Все обледенело. И начали сосулечки появились у нас. Сосулечкам и сугробам на крыше уже почти неделя. Управляющая компания, обслуживающая дом, не торопится. Не то что скидывать снег, а элементарно счищать снежные шапки, жалуются люди. Позвонили в ЖЭУ, оставили 29 января заявочку. Что придите, посмотрите, почему такая вот проблема. Не приехали они. А как они не боятся задворника, который чистит, ходит. Не боятся, что сосульки упадут. Ребятишки у нас тут постоянно бегают. Я вообще за детей переживаю. Мало ли. Всякое же бывает. Дети-то непослушные же. А потом уже будет поздно, когда это все случится. Снежные навесы, угрожающие жизни и здоровью сосульки. Так выглядит Барнаульский поток каждую зиму. В это время года здесь лучше не появляться, но местным жителям деваться некуда. Поток – исторический район Барнаула. Исторический в прямом смысле. Время, когда с крыш счищали снег, кануло в лето. Местные жители говорить о проблеме отказываются. Говорят, управляющие компании все равно выполнять свою работу не будут. А между тем, это их прямая обязанность, поясняют юристы. И за несвоевременную работу управляющим организациям грозит штраф. От 500 рублей до 50 тысяч. Это даже не все санкции. Несоблюдение требований управляющей компании по расчистке кровли является лицензионным нарушением и очень серьезным. И, собственно говоря, может повлечь последствия вплоть до отзыва лицензии и прекращения деятельности управляющей компании. Пожаловаться можно как в прокуратуру района, в жилищную инспекцию. В центре Барнаула вопросов к управляющим компаниям, как правило, нет. Чистят добросовестно. По словам юриста, прокуратуре и жилищной инспекции города лучше не терять время. Сразу ехать по окраинам города и рублем наказывать ответственных лиц. В эти выходные синоптики, к слову, прогнозируют потепление. Это значит, что очередной выход из дома для жителей того же потока может обернуться крагедией. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.